доброе утро братья и сестры я приветствую вас с нашей краснобродской земли и хочу сегодня поделиться таким размышлением небольшим наставлением что ли может быть в послании колоссян апостол павел во второй главе пишет такие слова в первом стихе здесь написано так желаю чтобы вы знали какой подвиг имею я ради вас и иераполе и ради всех кто не видел лица моего во плоти он говорит желаю чтобы вы знали какой подвиг имею я ради вас какой-то подвиг что-то апостол павел как совершил какой-то подвиг ради них и он там пишет чтобы вы утешились и так дальше там сердца ваши были утешены то есть ради того чтобы проповедовать им евангелие чтобы спасать их души апостол павел совершил какой-то подвиг и логат я желаю чтобы вы знали какой подвиг я имею ради вас и в четвертом стихе он продолжает и говорит это говорю я для того чтобы кто-нибудь не прелестил вас в кратчевыми словами он ведь я говорю вам о своем подвиге и хочу чтобы вы знали мой подвиг мое служение мое отчаянное какое-то усилие которое я совершал для того чтобы вы знали чтобы этот подвиг для того чтобы кто-то не прелестил вас в кратчевыми словами складывается такое понимание у меня что здесь апостол павел говорит что мое евангелие которое я вам проповедовал мои проповеди мои учения они подкрепляются моим подвигом который я совершал ради вашего спасения знаете я подумал вот о чем что те люди которые о которых он говорит что могут прелестить в кратчевыми словами какими-то проповедями я думаю это люди которые не имеют подвига который подтвердил бы их слова подтвердил бы их учения мне кажется это очень важно на сегодняшний день когда сегодня вот связи с этой пандемии связи со всеми вот коронавирусами этими изоляциями и так далее сегодня очень много церквей очень много проповедей есть в интернете и можно впасть такое состояние и начать слушать просто всех подряд проповедников не рассуждая о том а как к этот проповедник живет какой подвиг веры имеет этот проповедник нужно ли принимать его слова или это просто вкратчивые слова которые льстят слуху но жизнь этого человека показывает совершенно обратно мне кажется вот эта мысль которую здесь излагает апостол павел она очень хорошо поможет нам и как-то отсеивать то что не принимать написано не всякому духу верти не всякому духу верти не всякого проповедника можно принимать если не исследовать не поспрашивать что это за проповедник что это за служитель можно ли доверять учению этого человека мне кажется нам нужно об этом сегодня задумываться потому что сегодня очень много доступных всяких учений все в интернете это есть и и если мы сами не будем отсеивать то никто за нас это не сделает однажды я слышал такую историю как один молодой христианин он подошел к одному из старейшим церкви и стал предлагать ему проповедь какого-то проповедника послушать а этот старостая это старец он сказал а этот проповедник уже умер он будет в largely живой он живет он живой и служит проповедок нет но тогда я пока воздержусь его слушать он что так ну ладно давай вот другую проповедь вот есть вот тут такого проповедника проповеди Он говорит, а этот проповедник уже умер Он говорит, да нет, живой Ну тогда я тоже пока воздержусь его слушать И у него встал вопрос, а почему же так И он спрашивает у него, а почему ты не хочешь их слушать Они живые служители, они служат, они живы Он говорит, я хочу посмотреть, как они умрут А потом уже решать, слушать их или нет Может быть, это, конечно, крайность Но что-то в этом есть Что-то в этом есть Что не всякого человека нужно воспринимать Но прежде рассмотреть, как живет этот человек Подтверждает ли его слова подвиг веры, который он имеет Подвиг его служения, подвиг его жизни, как христианина И тогда уже принимать решение Можно ли прислушиваться, можно ли принимать его учения Или не принимать И апостол Павел, мне кажется, вот об этом принципе Он говорит, я желаю, чтобы вы знали, какой я подвиг имею Чтобы кто-то не прерстил вас вкратчивыми словами Да благословит нас Господь во имя Иисуса Христа Аминь